Здравствуйте! На канале Лида ТВ информационная программа события. В студии Анастасия Рудая. Смотрите сегодня выпуски. Будет тепло. В Лицком районе сегодня начинает включать отопление. Лучшие в своем деле. Педагоги личины удостоены высокой награды. Бенефис женщины состоялся. Наличь не выбирали королеву красоты среди дам элегантного возраста. Профессия для настоящего мужчины. Каменщик Виктор Банцевич посвятил строительной отрасли почти 30 лет. Председатель Лицкого райисполкома Александр Версоцкий подписал распоряжение включения систем отопления в детских садах, школах, больницах, библиотеках, музеях и гостиницах. С 3 октября. Кстати, в прошлом году отопление в Лицком районе дали 9 октября. Сначала тепло появится в учреждениях социальной сферы. Остальные объекты будут подключать поэтапно. Следующий на очереди – жилфонд. Лицкие педагоги в числе лучших. В преддверии дня учителя в Гродно чествовали работников сферы образования. За плодотворный труд, высокий профессионализм, а также за значительный вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения. Педагогам вручили нагрудный знак Министерства образования «Выдатник одукации». Среди награжденных – заместитель начальника управления образования Лицкого райисполкома Ирина Лобан и директор первой школы города Лиды Сергей Фанасов. Оба посвятили системе образования не один десяток лет. Сергей Анатольевич, например, 8 лет был учителем информатики. 22 года работает директором школы. За это время вместе с коллективом учреждения проделал огромную работу для развития учебного заведения и образовательного процесса в нем. Сегодня в средней школе номер один качественное и интересное обучение проходит почти 900 ребят. Многие из них прославляют родную школу, побеждая на конкурсах, соревнованиях и олимпиадах различных уровней. Я закончил Синявскую среднюю школу в Минской области. У меня были замечательные учителя, и, наверное, именно поэтому я выбрал профессию учителя. 30 лет я работаю в школе номер один города Лиды. Для меня эта школа стала родной школой, родным домом. В первой школе всегда работал замечательный коллектив, творческий, работоспособный. И, конечно же, награда директора – это, в первую очередь, работа всей команды, всех учителей нашей школы. Наша школа много работает над повышением качества образования. В прошлый учебный год 19% учеников школы закончили год на 9-10, стали отличниками. 91% учащихся школы закончили школу без троек и четверок. Это, конечно же, очень хорошая цифра. Школа всегда является одним из лидеров в олимпиадном движении. За три последних года семь учащихся стали победителями республиканских олимпиад. Много учащихся занимается научно-исследовательскими работами. Уделяем большое внимание гражданско-патриотическому воспитанию, краеведческой работе, волонтерскому движению, развитию лидерства учащихся. И мне приятно отметить, что каждый год наши учащиеся являются победителями в номинации «Волонтер года» или «Лидер года» на областном республиканском уровне. В Лидском районе работает очень сильный, очень творческий коллектив директоров средних учебных заведений. И, конечно же, это является дополнительным стимулом, дополнительным импульсом для качественной работы каждого директора и меня, в том числе, в учреждении образования. Ну и, конечно же, мне приятно, что вчера в торжественной установке, на торжественном собрании в областном управлении образования, мне вручили такую награду. Сайт Лида-медиакомпании «Lidanews.by» занял четвертое место среди региональных СМИ в Республике Беларусь. Это достижение стало возможным благодаря поддержке нашей аудитории и интересу к событиям в стране и регионе. Не упустите возможность быть в курсе всех новостей. Заходите на «Lidanews.by», чтобы получать актуальную, оперативную, проверенную информацию и аналитику. Обращаем ваше внимание, с 7 по 11 октября 2024 года на территории Лицкого района будет проводиться основной этап оперативно-профилактического специального комплексного мероприятия «Арсенал». Его цель – противодействие незаконному обороту оружия, боеприпасов, взрывных устройств и взрывчатых веществ, улучшение криминогенной обстановки, связанной с их применением. Милиция личины напоминает, что за незаконный оборот оружия, боеприпасов, взрывных устройств и взрывчатых веществ установлена уголовная ответственность с лишением свободы на срок до 12 лет. Добровольная сдача огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ освобождает граждан от ответственности. Демонстрировали грацию и свои творческие способности. На личине состоялся конкурс красоты среди дам элегантного возраста под названием «Менефис женщины». Он проводился уже в десятый раз на базе районного территориального центра социального обслуживания населения и был приурочен к Международному дню пожилых людей. В нем приняли участие 13 конкурсантов старше 60 лет, которые покорили сердца зрителей. Подробности в нашем следующем сюжете. На личине уже стало доброй традицией проводить конкурсы красоты среди дам элегантного возраста. Нынешний год не стал исключением. Представительницы прекрасной половины человечества старше 60 лет собрались все вместе и доказали, что женщины очаровательны в любом возрасте. Организаторами мероприятия выступили Лицкий районный территориальный центр социального обслуживания населения, районная организация общественного объединения «Белорусский союз женщин» при поддержке отдела культуры райисполкома. За титул королевы красоты боролись не только литчанки. Отличие этого конкурса от предыдущих заключается в том, что сегодня участвуют 13 конкурсанток, но две из них – это представительницы города Петрозаводска, Республики Карелии, Российской Федерации. И мы очень рады, что наши коллеги, наши друзья тоже принимают участие, пускай они участвуют не офлайн, онлайн, но тем не менее это подчеркивает единство наших помыслов и даже нашей красоты – женщины, которая в любом возрасте красива, женщина, которая в любом возрасте талантлива. И сегодня вот эта возможность показать, продемонстрировать свой стиль, свое видение – это здорово и это всегда очень эмоционально. К конкурсу красоты «Бенефис женщины» участницы готовились основательно. В течение нескольких месяцев они ходили на репетиции и мастер-классы, учились себя презентовать и шили наряды для выступлений. И все для того, чтобы выйти на сцену и удивить публику. У каждой из конкурсантов богатый жизненный опыт, свои секреты в ведении домашнего хозяйства, а также увлечения. Многие из них принимали участие в конкурсе впервые. Приложусь дам элегантного взрослого подельничею, али у моей биографии были конкурсы. Был конкурс «Наставник года». В 2003 году я заняла первое место на районе и стала переможцем областного этапа. Я памятую ту эйфорию, ту гонор, ту счастье. Мне захотелось вспомнить молодость и захотелось и зло повторить. Я участвую первый раз. Решила, ну да, хочу себя проверить, посмотреть, как я справлюсь с этими всеми заданиями, смогу ли я победить. Спасибо всем организаторам и нашему руководству нашего территориального центра, что делают такие праздники для нас женщин золотого возраста. Среди участниц были не только новички, но и опытные конкурсантки. В их числе ильичанка Светлана Томашевич. Для женщины это седьмой конкурс красоты и отличная возможность показать свои таланты. Несколько лет назад она уже становилась победительницей и решила снова испытать удачу. Участвую, почему? Каждый год, потому что я очень люблю сцену. Для меня сцена – это, можно сказать, вторая жизнь. Я живу на ней. И, вы знаете, я очень благодарна нашему высокому руководству и всем, кто этот проект создает, за то, что они оказывают такое пристальное внимание нам и дают возможность еще раз доказать, что жизнь на пенсии продолжается. Она может быть более интересная, насыщенная, полноценная. И мы можем реализовать нерастраченную за годы жизни энергию и употребить в нужное русло, и порадовать как себя, так и всех, кто на нас смотрит. Борьба за победу была непростой. Конкурс состоял из нескольких испытаний. В визитной карточке участницам необходимо было рассказать о своем жизненном пути и увлечениях. Во втором испытании интервью они отвечали на вопросы жюри и тем самым показывали свои интеллектуальные способности и чувства юмора. Самым зрелищным стало дефиле в вечерних платьях. Определить самую обаятельную и привлекательную было нелегко. Тем более, что каждая женщина заслуживала победы. В этом году королевой красоты по праву стала Ирина Марук. Остальные участницы конкурса получили дипломы в специальных номинациях. Удаление деревьев предотвращает несчастные случаи. Работниками ЖКХ осуществляется постоянный мониторинг зеленых насаждений и определяется необходимость обрезки либо удаления многолетних растений. На балансе службы находится порядка 150 гектаров придомовых территорий и около 290 городских. Оценивать состояние деревьев на такой площади сложно. Поэтому, если вы увидели дерево, которое грозит причинить урон, обратитесь к специалистам по номеру 115. На территориях, которые не обслуживают солидским ЖКХ, спиливание или обрезка тоже возможно. Но такая услуга будет платной. При выявлении опасного дерева оформляются соответствующие документы и производятся работы по его удалению. Работы по удалению опасных деревьев осуществляют работники участка «Зеленстрой», службы по содержанию, объектов благоустройства и оказанию ритуальных услуг. Древесина, полученная в результате производства работ, отводится на котельные Лицкого ЖКХ, а ветви перерабатываются в щепу. При наличии технической возможности Лицкая ГУБ ЖКХ может оказать и платные услуги по удалению деревьев на участках индивидуальной застройки, территориях садовых товариществ. Работы же по обрезке деревьев производятся в осенне-зимний период, после опадания листвы. В весенне-летний период рабочая участка «Зеленстрой» занята на других видах работ, таких как скашивание газонов, стрижка кустарников, посадка деревьев кустарников, уход за зелеными насаждениями. Обследовать все деревья на территории города очень непросто, и поэтому, если жильцы обнаружили аварийное дерево во дворе своих домов, они могут сообщить об этом службу 115 по телефону 115. Переоценить труд строителей невозможно. Они работают на земле и на высоте. В любую погоду для того, чтобы возвести новые жилые дома и социально значимые объекты. Инженеры, проектировщики, отделочники, плотники и многие другие отдают любимой работе все силы и знания. Среди них и каменщик строительно-монтажного треста номер 19 Виктор Банцевич. В профессию он почти 30 лет и ни разу не усомнился в правильности своего выбора. Легко ли ему выполнять поставленные задачи и быть настоящим профессионалом в строительной сфере, расскажет наш корреспондент Анжелика Зверко. Виктор Банцевич мечтал о профессии строителя с детства. Перед глазами был пример родителей, которые посвятили этой отрасли всю свою жизнь. Они и посоветовали сыну пойти по их стопам. После окончания школы молодой человек был призван на военную службу вооруженной силы. А когда вернулся, пошел работать в строительно-монтажный трест номер 19. Здесь и началась его трудовая деятельность. Виктору Тадеушевичу предложили стать каменщиком, и он согласился. На этой должности мужчина трудится и по сей день. Обучение я проходил прямо на производстве под руководством выводных фастеров на строительстве завода «Изотрон». Поначалу было трудно, не хватало опыта. Но постепенно, со временем, набирался опыта, набирался какого-то мастерства. Начало получаться. С каждым днем все лучше и лучше. В начале профессионального пути Виктору было непросто. Приходилось работать с настройки в любую погоду и преодолевать страх высоты. К тому же он старался всему быстро учиться, чтобы не отставать от коллег. С годами мужчина не только отточил свое мастерство, но и получил четвертый разряд каменщика. За плечами Виктора Тадеушевича не один десяток построенных и отремонтированных зданий и сооружений. Самые значимые объекты строитель помнит наизусть. Практически на всех серьезных объектах средств я трудился. Это и строительство домов, жилых домов Калининградской области, и строительство санатория на Черном море, и строительство дворца республики в городе Минск, и атомная станция в Островце, жилые дома в Островце, в Лидии улицы, Кооперативная и Гастелло, в микрорайон ЖБИ, в микрорайон Север, также в других городах – Вывье, Вороново, Березовке. Рабочий день Виктора Банцевича начинается с получения задания от прораба. Затем он берет в руки строительные инструменты и приступает к работе. На первый взгляд кажется, что положить кирпичи просто. На самом деле это не так, отмечает каменщик. Для возведения ровной и надежной стены необходимо настоящее мастерство. Профессия требует не только физической силы и выносливости, но и хорошего знания точных наук. Без этого невозможно рассчитать нагрузки, составить сметы и выполнить сложные архитектурные элементы. Главное в работе каменщика – это качество, аккуратность. Ну, самое главное – взаимопонимание в коллективе. Потому как мы работаем в команде. В моей бригаде семь человек, все профессионалы своего дела. Не первый день настройки. Это такие люди, как Андрей Казаковский, Лапой Виктор, Плацевич Леонид и многие другие. Коллеги Виктора Банцевича с большой теплотой отзываются о нем. Для них он настоящий друг и профессионал своего дела, на которого всегда можно положиться. Ценит Виктора Тадеушевича и руководство. Виктор Тадеушевич – первоклассный специалист своего дела. Благодаря его труду построено немало объектов не только в Лиде, но и в нашей области Гродинской. Я очень рад, что в своем трудовом опыте я встретил такого специалиста, как Виктор. Работая с ним, нет никаких проблем. Поставлена задача, любую задачу он выполняет. В строительно-монтажном тресте номер 19 для работников созданы хорошие условия труда. Также первичная профсоюзная организация оказывает им материальную помощь в случае болезни, к праздникам и юбилейным датам, а также организовывает досуг. Такая забота о коллективе очень ценна, отмечает Виктор Банцевич. В тресте профессионально организована не только работа, но и отдых коллектива. В частности, профсоюзная организация занимается концертами, экскурсиями. Организуется к значимым датам премии от профсоюза. Идет забота о каждом человеке. Каменщик Виктор Банцевич уже не представляет себя в другой сфере деятельности. Он любит дело, которым занимается, и всегда работает на результаты качества. Ему нравится трудиться на благо страны и приносить пользу людям. А у меня все на сегодня. Оставайтесь на Лида ТВ, подписывайтесь на Лидскую газету и следите за новостями на интернет-ресурсах Лида Медиа Компании. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова